Всем привет, друзья! Это видео я посвящаю всем, кто собирается на мой воркшоп, который называется Business Brain. И сегодня я хочу дать вам какие-то предметные прикольные кейсы, для того, чтобы вы посмотрели на ситуацию с разных сторон. Кофейни являются на данный момент одним из холостнейших, популярнейших бизнесов. Кофейн очень много, они есть мирового уровня, они есть обычного уровня, они есть среднего уровня. Каждый выстраивает их так, как может. И сегодня я хочу посмотреть такой кейс на примере двух кофеев. Одну, которую вы все знаете, которая называется Starbucks, и вторую, которая называется в Украине, если я не ошибаюсь, Aroma Cava. Я надеюсь, что я не ошибаюсь, но даже если я ошибаюсь, это не имеет никакого значения, потому что вопрос не в брендах, а вопрос просто в каких-то ключевых моментах. Еще какое-то время назад мы все с вами знали о том, что есть кофе. Этого было достаточно. Потом мы знали, что есть растворимый кофе, и есть кофе из машинки. Потом мы с вами узнали, что есть эспрессо, американо, латте, капучино и что-то там еще. И вроде бы даже в этом вопросе было достаточно, чтобы запутаться, потому что до сих пор я слабо определяю, что такое макачино, макачино, латте, латте, макучино, капучино, но это полбиты. Главное, что я знаю напиток, который я пью. В моем случае это кофе латте. Я люблю, когда много молока и совсем мало кофе. И вот буквально недавно я была на Бали, потому что в Украине нету Старбакса, и каждый раз, когда я приезжаю за границу, вижу Старбакс, я всегда туда бегу. В Старбаксе кофе стоит на порядок выше, чем в любой другой кофейне, то есть достаточно дорогой кофе, но тем не менее сам бренд Старбакс, какое-то их обслуживание, все это стаканчик с подписанным именем нас манит. И вот в этот раз, когда я была, я всегда обращаю внимание на то, какие вопросы мне задают, потому что в Старбаксе, например, если я зайду в самую обычную кофейню и скажу латте, мне сделают латте. Но в Старбаксе мне задают ряд вопросов. И вопросы в этот раз были такого характера. Вам стронг кофе? Вам кофе посильнее или послабее? Я говорю, нет, мне послабее кофе. Вам добавлять какой-то сироп или не добавлять? Не добавлять. И молоко вам обычное или какое-то там миндальное или кокосовое? Все. Это были все вопросы, которые мне задавались при покупке латте. Давайте разберем эти вопросы. Нужны ли они? Первый вопрос, который задается, это кофе какое крепкий или не крепкий? Я считаю, что это правильный вопрос, потому что очень часто, например, кофе, который нравится моим друзьям, оказывается слишком крепким для меня. И наоборот, кофе, который пью я, они говорят, ой, что-то за бурда. Поэтому это достаточно правильный вопрос, который логично спрашивать для того, чтобы затем в вашей кофейне не было вопросов, типа, почему у вас невкусный кофе? Вопрос номер два. Какое молоко? Вопрос на самом деле сейчас актуальный, потому что действительно многие пьют кофе на растительном молоке. Мало того, растительное молоко стоит дороже, в кофейнях значительно еще дороже, поэтому это классный пункт, который показывает, что мы находимся в тренде, да, то есть как бы окей, вы не пьете молоко обычное, пожалуйста, оно у нас есть. И мне кажется, что это также еще способ больше заработать, увеличить свой чек. Ну и стандартный вопрос для Старбакса, который славится всеми этими вкусами, пенками, наверное, один из первых вот это все делал в баллончиках там, это хотите ли вы добавить какой-то сироп, потому что это в современном мире называется upsell, когда мы к стоимости кофе прибавляем еще сиропчик и из-за этого сиропчика значительно повышаем средний чек. Абсолютно правильный подход. Все. А, еще один вопрос, который задавался на Бали, я забыла, это hot, да, то есть or cold. Холодный или горячий? Потому что, как вы понимаете, в жарких странах холодный напиток очень популярен. Вот. Собственно, это тоже правильный вопрос, потому что я, например, пила горячее, а моя подруга пила холодный кофе. И это тоже вопрос имел значение. Он занимал очень мало секунд. Давайте разберем, были ли эти вопросы понятны мне, как потребителю. Да, да, в этих вопросах не было чего-то. А теперь давайте вернемся к украинскому бренду с прекрасным синим и оранжевым стаканчиком. Когда я захожу в эту кофейню, у них ларяки, не знаю, возможно, уже есть, наверное, самостоятельные магазины, честно вам скажу, я туда не захожу. Меня повергает в один шок, только в состояние шока, когда я их вижу. Объясню, почему. Лично я, когда хочу купить быстро кофе, особенно в ларьке, я хочу его купить и выпить. Но вместо этого на меня обрушивается ряд вопросов. И первый вопрос, который обрушивается, это сорт кофе и стиль его прожарки. Для меня, как для потребителя обычного, который не разбирается в кофе, вообще непонятно, что это значит. Я не понимаю, я не понимаю ни стиль прожарки. То есть это получается кофейня для кого? Для людей, которые разбираются в кофе? Для людей, для гурманов? Для какого-то избранного сообщества? Тогда почему это массово везде стоит? И когда мне начинает задавать вопрос бариста, я начинаю злиться. Потому что очень часто я заказываю кофе, разговаривая с кем-то рядом стоящим, или разговаривая по телефону, или продумывая что-то в голове, и просто мне сейчас нужно срочно кофе. И в этот момент мою голову загружают непонятными для меня вопросами. Да, потом идет какое молоко, какой размер стакана, какое то, какое сё. Но первые два вопроса буквально меня поджимают. Часто я чувствую, как я испытываю агрессию, и я говорю, сделайте мне вкусный кофе. На что девушка, у меня бывают конфликты, бывали с этой кофейней, на что девушка говорит, я обязана знать, вы должны выбрать, чтобы я вам не сделала, вы потом оказались недовольны. Я говорю, ну я же не понимаю, что я выбираю. Она говорит, вы обязаны выбрать. Я говорю, я не знаю, чем отличается это кофе от этого. Она говорит, это больше горчит, это больше рябит, это я не знаю, что значит горчит или рябит. И у меня бывали реальные конфликты и недовольство со стороны персонала, вот так вот, на тебе этот кофе, значит, когда я его получаю. Нужно с вами отследить то, что это скорее всего франчайзинговая сеть, я так думаю, потому что их много, и безусловно, за всем персоналом никто не отследит. Я думаю, что здесь персонал обучается по скриптам, вопросы, которые они задают, но не обучаются психологии клиента, потому что клиент должен к вам вернуться, он должен всегда остаться довольным, он должен вас любить, он должен хотеть заходить за кофе только к вам. Я думаю, ничего подобного там не происходит или происходит, но далеко не во всех точках. Потому что когда я сделала два таких доследжения, первое, я следила за тем, как покупают в этом кофе другие, в этом ларечке другие люди, и они точно так же отвечали на вопросы, как я, сделайте вкусный, сделайте нормальный, я в этом не разбираюсь, или подавайте такой, знаете, как наобум, пальцем в небо. И второе, я провела опрос среди своих друзей, ходят ли они в эту кофейню, и какие эмоции у них это вызывает. И все как один рассказали мне, что стараются обходить при возможности эту кофейню стороной, потому что они не знают, что на все это отвечать, и их это бесит. Я думаю, что владелец этой кофейни скорее всего мега счастлив и доволен собой, потому что он или какой-то его там менеджмент, который сходил на какие-то курсы, прописал эти 378 вопросов, которые нужно задать клиенту, он мега, он считает, что мы прокачаны, у нас прокачанный бизнес, мы тут крутые и растем. И возможно, так где-то это и есть. Но я как потенциальный клиент не хочу туда ходить, я даже не помню, какой там кофе, вкусный или нет, но вот этот момент того, что мне придется сейчас пережить, вызывает во мне жутчайшее сопротивление. Поверьте, в наших бизнесах с вами тоже есть какие-то штуки, которых мы вообще не видим и не понимаем. А возможно, в наших бизнесах вообще ничего такого нет. В плане того, что мы бы могли улучшить сервис, мы бы могли помочь клиенту, точнее, самим стать более клиентоориентированным и помочь клиенту в чем-то сделать выбор. Помочь где-то купить у нас больше, где-то продать ему то, о чем он не догадывается, например, что у нас вообще такое можно купить, потому что он в этом вопросе не образован. Своего клиента нужно образовывать, обучать, рассказывать. И делает это каждая компания, которая представлена на рынке. Потому что, когда одна компания что-то вводит, клиент может прийти в другую компанию и спросить, а у вас есть, например, сахарозаменитель? У вас нету сахарозаменителя? А там он есть. Такая простая, очень опция, сахарозаменитель. Сейчас практически везде она решена, но раньше это было прям целой проблемой, и я выбирала кофейний, только те, где стоял сахарозаменитель. Вот такая простая штука. Поэтому приходите на наш с вами воркшоп, уже забыла, как это называется, воркшоп бизнес-брейн, и мы будем с вами разбирать продукты и кейсы. Обязательно вначале заполните анкету, для того, чтобы я могла строить наше общение и наши кейсы на основе ваших бизнесов. Мы будем с вами смотреть, наблюдать и включать свою голову. Во время бизнес-брейна к вам будут приходить разные идеи, разные инсайты, и я вас уверяю, что ваш бизнес точно получит для себя долю своего не только позитива, но и финансового вознаграждения после этой работы. Все детали, как всегда, под видео. Записывайтесь и приводите друзей.